всем здравствуйте я присоединяюсь к марафону здоровья и сегодня я вам покажу как печь калачи старославянские хлебобулочные изделия для того чтобы испечь калачи нам понадобится всего 4 ингредиента это мука пшеничная высшего сорта вода дрожжи прессованные и соль калачи готовятся особым способом с двухэтапной ферментации первый этап ферментации длится при комнатной температуре и второй этап длится при температуре 5-6 цельсия в холоде и так для того чтобы замесить калач нам понадобится сложить все компоненты где же у миксера мука соль добавляется в муку дрожжи растворяются в воде как только дрожжи растворились в воде вливаем их в держу миксера к сухим ингредиентам опускаем крюк и производим замес суммарное время замеса будет 10-12 минут выкладываем тесто в бокс для брожения прошло первое время и теперь пришел момент сложить тесто я вам покажу как это можно сделать выкладываем тесто на рабочую поверхность распластываем мокрыми руками условный прямоугольник край теста тянем его немножечко на себя и складываем к центру дальний край тесто потянули от себя и внахлёст и то же самое по короткой стороне и вот у нас образовался шов и на этот шов мы обратно вернем тесто в бокс для последующего брожения подобное складывание дает особенную скважистость и воздушность мякишу и так тесто выброжено посыпаем поверхность небольшим количеством муки тесто складываем и делим на 4 равных части каждая часть будет весить 200 граммов округлили защипнули и подкатали кладем на шов руку на основании ладони на ребро накрываем и начинаем вращение в сторону большого пальца в этот момент у нас остатки углекислого газа равномерно распределяются по всей заготовки и даем промежуточную отлёжку это у нас займет 15 минут и так заготовки отлежались продолжаем формовку берем круглую заготовку переворачиваем швом вверх распластываем ее дальний край тесто кладем к центру фиксируем пальцами подушечками дальше запечатали переворачиваем и делаем точно так же к центру и теперь складываем пополам и у нас булочка шарик превращается в батон и начинаем выкатывать в стороны мы определили для себя животик здесь примерно 10 сантиметров да и мы его не трогаем переворачиваем заготовку края внахлёст ударом о стол одновременно запечатываем и прокатываем и получается ручка калача и так калачи расстоялись придерживаем пальцами животик чуть-чуть его направляем к себе и легким скользящим движением делаем первый надрез и тут же пальцами цепляем видим что у нас поры внутри тестовой заготовки надрез широкий глубокий припудриваем мукой и накрываем вытягиваем ручку и сажаем в печь и выпекаем на двухсот восьмидесяти цельсия порядка 15-20 минут существует большое количество мнений но можно с точностью сказать что калач может быть не только вкусным но и полезным классическим старо-русском рецепте входит мука пшеничная высшего сорта дрожжи вода и соль благодаря таким ингредиентам химический состав данного блюда может похвастаться большим количеством натрия калия цинка магния также мука пшеничного высшего сорта содержит большое количество жирорастворимых витаминов например е и к а также воторастворимых витаминов группы b среди которых больше всего фолиевой кислоты и холина также не стоит забывать про пищевые дрожжи обогащенные пищевые дрожжи являются отличным источником витамина b12 который обычно содержится в пище животного происхождения также в тесте для калача большое количество клетчатки которая обеспечивает долгое чувство сытости при всем при этом не стоит злоупотреблять калачами так как они являются хорошим источником быстрых углеводов а средняя калорийность одного калача составляет 249 килокалорий калач может быть отличным перекусом особенно если в качестве начинки добавить салатный лист ломтик томата томатную пасту небольшое количество запеченной индейки и сыр чем не отличная альтернатива привычным сэндвичем и бургером посмотрите какие калачи получились вот эта губа так называемая глубокий надрез он позволил изделию увеличиться очень в объеме посмотрите какой красивый скважистый воздушный мякиш а запах фантастический он пахнет емко кричаще можно сказать ароматным хлебом попробуйте калач приятного аппетита